Всем привет, это канал Хочу Жизнь, неприязнь к пьющим. Испытываю ли я неприязнь к пьющим людям? Давайте об этом поговорим. Итак, неприязнь к пьющим. Почему я хочу сказать, испытываю ли я неприязнь? Потому что я не могу говорить за всех, я скажу только за себя. Кто-то не любит пьяных, кто-то, ну, пьяных не любят все. Я имею в виду, кто выпивает. Их кто-то не любит, кто-то к нему никак не относится. Вот я хочу разобраться в этом. Раньше, когда я не владел всей информацией, где-то первые полгода, когда я бросал пить, да, и у меня была неприязнь. Очень была такая, как бы, неприязнь и презрение. Ну, потом, когда я разобрался во всем этом, когда я понял, что такое механизм зависимости, и мне как-то стало даже по-своему жаль этих людей. Мне стало как-то безразлично. Вот, допустим, к тем людям, которых, ну, более-менее близки ко мне, знакомые, друзья, их как-то мне жаль. К тем, кого я вообще не знаю. Ну, и мне безразлично. Ну, и друзей тоже, вот, друзей, знакомых, близких, кто это, кого, кто мне близок. Мне их жаль, но жизнь у каждого человека своя, и каждый человек проживает ее по-своему, поэтому слишком я тоже не заморачиваюсь. Когда я вижу, что с человеком что-то не так происходит, что он скатывается, да, я ему скажу про это, что пора бы завязать, но один раз скажу, и больше я не буду влазить. Поймет человек, не поймет это... Ну, не могу я никак повлиять, понимаете? Вообще никак. Я даже могу знать, что может, скажем, случиться, что, вот, как, знаете, как предсказатель какой-то. Да нет никаких способностей у предсказателей. Просто они, у них много информации. Они очень хорошо владеют знанием о той или иной проблеме, о многом чем. У них очень много знаний в голове. И вот поэтому они сопоставляют факты и делают предсказания. Я тоже смотрел, слушал, читал многих по проблеме алкоголя. Но вы думаете, я всю информацию хавал, что... Нет, я ее проверял на себе, потому что бросали опить очень долго. С 2017 года по 2019. И всю информацию, которую я впитывал в себя, я проверял на себе. У меня были и срывы. И вот во время этих срывов я и применял информацию на себе. Во время срывов, во время, когда я не пью, там, месяц, два, полтора. Все это я применял. Я следил, как работает мой мозг, какое желание у меня возникает выпить. Я все это, за всем этим следил. Я пользовался всей этой информацией. Испытывал ее. Работает что-то, что-то не работает. Например, какая-то информация мне вообще, ну, параллельна. Например, информация про то, что пузырики это газобактерии. Мне это как-то вообще параллельно. Кого-то это, может быть, напугает, кого-то остановит. Ну, у кого-то небольшая стадия зависимости. А у кого уже сильная стадия, тому уже будет все равно. И с чего там делают водку. И с чего там бактерии делают. Это будет мало кого волновать уже. И канал свой я создал не для тех, кто пьет сейчас. И вот он посмотрит и захочет бросить пить. Нет. Я создал его для тех, кто кому-то тяжело. Кто уже осознал свою зависимость. И пытается бросить пить. И ищет информацию. Что ему делать дальше. Как ему не пить. Как ему не срываться. Я был в этой ситуации. Я тоже искал. Но тогда не было столько каналов по этой тематике. И поэтому было сложнее. И мне приходилось подбирать информацию. Какая-то работает, какая-то нет. Я не говорю, что у меня вся информация будет работать. Которая на канале. На ком-то будет, на ком-то не будет. Поэтому фильтруйте, смотрите разные каналы. Смотрите, читайте книги по психологии. Читайте, подбирайте информацию методом тыка. Я готов помочь каждому, кто осознает свою зависимость. И захочет бороться с ней. Но тем, кто не осознал и думает, что у него все в порядке. Что у него никаких проблем нет. Что он выпивает для веселья. Что не мешает вообще ему никак. Что все у него отлично. То тут я бессилен. Тут я даже не вмешиваться не буду. Это не моя компетенция. Поэтому негатива у меня нет. Негатива, неприязни нет никакой. Скорее безразличия. Потому что... Ну я понимаю, что... Это бесс, только что-то кому-то объяснять. Что алкоголь меняет сознание. Он влияет на нейроны мозга. И у человека уже другие мысли. Он... Не он думает. А за него алкоголь думает. Он повреждает нейроны мозга. И поэтому тут ничего не сделаешь. Пока человек сам не осознает. Не поймет. То помочь ему нереально. Я не могу ничего сделать. Если он не понимает. Не осознает. Он пьет алкоголь. И не осознает, что это плохо. Он думает, что... Вот я бухаю. Вот ты тут говори. Херню всякую говоришь. А я буду мухать. Я считал так же. Раньше, да. Я думал... Вот я когда узнавал, что кто-то не пьет совсем. Я думал, ну как так он... Ну больной какой-то. Я считал больными тех людей, кто не пьет совсем. Совсем алкоголь должен был присутствовать в жизни. Как что-то... Ну как хлеб, допустим. Вот человек ест хлеб каждый день. Но я не ем хлеб. И средка очень там... Ну так захочешь, знаете, как... Что-то... Лакместов какой-то. Для меня хлеб это как вот... Для многих. Как пирожный какой-то. Как что-то... Ну что-то такое, что он не каждый день ест. Вот для меня так же это хлеб. Я к нему так же отношусь. Они... Ем я его очень редко. Просто когда захочется что-то вот... Такого... Изысканного. Вот я съел кусочек, а не водя два. И нет, пьющие люди не враги мне. Я не считаю их врагами. Это был канал Хочу Жить. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии. Нажимайте на колокольчик. На колокольчик, на стрелочку. Всем пока.